Вы смотрите программу «Губерния» и вот главная тема выпуска. В районе деревни Подталица Ивановского района упал самолет Ил-76. При взлете у него загорелся один из двигателей. Все дороги к месту ЧП были перекрыты. Расскажем, что еще известно к этому часу. Многодетные семьи освободят от платы за детский сад и не только. О новых мерах поддержки расскажем в выпуске. Работы по ремонту дорог с применением литой асфальтобетонной смеси в Иванове ведутся круглогодично. Ежедневно в них задействованы несколько термобункеров. Смесь нагревает до 200 градусов. При наступлении теплой погоды литой асфальт заменят на песчано-асфальтобетонную смесь. Подробности расскажем. Мы также расскажем, какое наказание получил мужчина, который сжег жену. Как в Ивановских школах отмечают масленицу и как проводят выходной обитатели зоопарка. Об этих и других событиях расскажем подробнее в прямом эфире. С вами Алина Марычева. Здравствуйте. И начнем с главной темы. В Ивановской области потерпел крушение военный самолет Ил-76. ЧП произошло в Ивановском районе. Вот как это было. Наша съемочная группа в первые минуты отправилась на место происшествия. Мы собрали комментарии властей и очевидцев и готовы рассказать, что известно к этому часу. Внимание, наш специальный репортаж. Первые сообщения о падении воздушного судна появились около 13.00. Ивановцы присылали фото, видео, черный столб дыма, виден из разных уголков города. Затем появились кадры горящего самолета над северным аэродромом. Вскоре пламя исчезло, но судно продолжало снижаться. Ил-76 упал за лесным массивом в районе деревни Подталица. Мы связались с несколькими очевидцами ЧП. Один из них в момент крушения находился на Богородском кладбище. Снижался, очень быстро снижался, шел на снижение и практически пролетел над административным зданием, где-то на высоте, скажем так, 50 метров от земли. Вот, все напугались, конечно. Вот, дальше он пролетел вот в сторону леса. В лесном массиве он упал, произошел взрыв. Большой взрыв. Пошел дым. Сначала было непонятно, то ли он упал на территории захоронений или где-то. Самолет прямо над нами ушел направо. Бул прекратился резко и, собственно говоря, отвалился двигатель. Мы даже видели вот именно падение двигателя. Очевидцы также сообщали, двигатель загорелся, когда судно стало разворачиваться. Борт немного не дотянул до посадочной полосы северного аэродрома. Предположительно, экипаж пытался увезти судно от жилых домов. Приблизительно самолет упал в поле у деревни Подталицы Ивановского района. Сейчас мы находимся на входе Бугородского кладбища. На территорию не пускают. Работники сообщают, что сегодня кладбище не работает. Пропускают машины только спецслужб. Перед нами уже проехало несколько машин скорой помощи, МЧС. Также на весом был заметен вертолет. С стороны деревни Подталицы также не проехать. На дороге выставлен пост, а и машины не пропускают. По информации Минобороны самолет выполнял учебный полет. Упавший военно-транспортный самолет Ил-76 базировался в Твери. На аэродром в Иванове вылетела комиссия главного командования ВКС России. Позже информацию прокомментировали в Минобороны. На борту было 15 человек, 8 членов экипажа и 7 пассажиров. Самолет выполнял плановый полет. По докладу с места происшествия причиной катастрофы стал пожар одного из двигателей при взлете самолета. Все, кто находился в самолете, погибли. Это первые кадры после падения. Пожар потушен, работают эксперты. На место происшествия приехал глава региона. Станислав Воскресенский выразил соболезнования семьям погибших летчиков экипажа и поручил оказать всю необходимую помощь. Пожар на месте происшествия ликвидирован. Населенные пункты не пострадали. И к другим темам. За два месяца ямочный ремонт в Иванове был проведен более чем на 40 улицах. На автомобильные дороги коммунальщики вылили почти 100 тонн асфальтобетонной смеси. Эти цифры во вторник озвучили в Ивановской мэрии. На чем работа сосредоточена сейчас, посмотрел Владимир Еремин. Привычный рабочий день ивановских коммунальщиков. Акцент на пешеходные дорожки, которые посыпают песком. И на уборку от наледи тротуаров. Ежедневно с самого утра, с 6 или 7 утра на маршруты города выходит до 60 человек. Это до 10 бригад ручного труда. Так в ночь на 12 марта на уборке Ивановских улиц были задействованы более 40 единиц спецтехники. На дежурство вышли 15 комбинированных машин. Основная задача коммунальных служб – прометание и обработка проезжей части противогололедным материалом. Говорят, за сутки уходит порядка 10 тонн песка соляной смеси. За действенный автотранспорт, доргорхоза, в 5 утра уже должен выйти на маршрут. Подъездные пути и тротуары возле офисов и магазинов обходят стороной. Это зона ответственности других. Стоит также напомнить о том, что по правилам благоустройства города Иваново, у нас существует такое понятие, как прилегающая территория. И прилегающие территории к частным коммерческим заведениям должны обслуживать собственники или арендаторы. Пока одни колют лед и посыпают песком остановки, на соседних улицах кипит другая работа. Из-за ямочного ремонта часть садовой для автомобилистов перекрыта. Здесь кашеварят дорожники. Сейчас слышно даже, как кипит эта смесь. Буквально через полчаса она застынет, и уже по ней можно будет проехать на машине. При плюсовых температурах коммунальщики, как повара, используют другой рецепт. В смесь добавляют больше песка. Гарантии качества на блюда, уверенно заявляют дорожники, не меньше полугода. Как правило, вот эти заплаты, которые мы делаем, они держатся больше гарантийного срока. И причем намного больше гарантийного срока. Поэтому качество асфальта очень хорошее и держится он хорошо. Тем более к лету он еще, как говорится, немножко нагревается, укатывается вровень с асфальтом. И получается, в принципе, качественный, хороший асфальт. Перед заливкой выбоины очищаются и просушиваются. Температура литой смеси составляет порядка 200 градусов. Это позволяет моментально испарять оставшуюся в яме влагу. Во вторник успели залатать автодороги на улицах Палехская, Смирнова, Садовая и Первая Полянская. Этот ремонт, он временный. Дальнейший ремонт проезжей части на участках, ремонтируемых асфальтобетонной смесью, он будет уже выполнен в соответствии с ГОСТами в строительном периоде. В связи с потеплением профиль дорожных работ будет меняться. Сосредоточиться на местах возможных подтоплений и расчистке ливнеприемников. На улицы города выйдут и лососы. Владимир Еремин, Григорий Мартьянов, Максим Шишкин. Телекомпания «Барс». К 13 годам колонии строгого режима приговорили жителя Лебяжьего луга, который в прошлом году, накануне Дня Победы, облил свою бывшую жену лаком для волос, а затем поджег ее. 7 мая бывшие супруги выпивали у себя дома. Как это часто случается, в ходе застолья возник конфликт. Женщина ударила бывшего мужа тарелкой по лицу. Тот обидой не стерпел и облил ее с ног до головы лаком для волос, затем поджег. На женщине вспыхнул халат. Бывший муж вначале сам пытался погасить пламя, потом позвал на помощь соседей. Однако женщина на следующий день скончалась в областной больнице от многочисленных ожогов. Суд учел и положительные характеристики, и деятельное раскаяние подсудимого, и пожилой возраст, и состояние здоровья. Взяли в расчеты моральное поведение бывшей супруги, что явилось поводом для преступления. Отягчающим обстоятельством признали состояние алкогольного опьянения. В итоге суд приговорил бывшего мужа к 13 годам колонии строгого режима. Но приговор может быть обжалован. Прямо сейчас у нас короткая реклама. Вот о чем расскажем после нее. Многодетные семьи освободят от платы за детский сад и не только. О новых мерах поддержки расскажем в выпуске. Интеркомтелл в вашем телефоне. Скачайте приложение и оплачивайте услуги онлайн. Общайтесь со специалистами компании в удобном чате. Быстро, надежно и безопасно. В эфире программа «Губерния» и мы продолжаем выпуск. Многодетные семьи полностью освободят от платы за детский сад. Такое заявление сделал губернатор Станислав Воскресенский на региональном форуме «Семья», который прошел во дворце игровых видов спорта. Подробности в нашем материале. 2024 год объявлен президентом Годом Семьи. В Ивановской области больше 43 тысяч семей, которые воспитывают 70 тысяч детей. Растет число многодетных. За последние 10 лет количество таких семей выросло в два раза и превысило 10 тысяч. В них воспитывается 34 тысячи детей. Об этом рассказал губернатор на региональном форуме «Семья». Масштабное мероприятие собрало во дворце игровых видов спорта около 2000 человек из всех районов региона. В их числе многодетные семьи, семьи победители областного конкурса «Семья года». Обладатели медали за любовь и верность, семьи участников СВО и самозанятые. На форуме губернатор объявил о новом пакете мер поддержки многодетных и студенческих семей. Они вступают в силу с 1 апреля этого года. Мы предлагаем полностью освободить многодетные семьи от бремени уплаты за детский сад. Независимо, без проверки доходов. Дополнительно вводится региональный студенческий капитал в размере 1 миллиона рублей для семей, где оба родителя являются студентами очной формы, без учета доходов семьи. Поэтому это такое, надеюсь, станет серьезным поспорьем тем семьям, которые заводятся в молодом возрасте, во время обучения, чтобы все-таки это стало такой помощью молодым родителям и, надеюсь, стимулом рожать больше детей. Материнский капитал можно направить на три цели. Улучшение жилищных условий, ежемесячные выплаты на ребенка до трех лет и образование детей. Также глава региона заявил, что многодетные семьи нашей области освобождаются от уплаты транспортного налога на автомобиль до 250 лошадиных сил, без учета дохода семьи. А уже существующие меры сохраняются. Я считаю, что это очень важно. Особенно отмена платы за детские сады – это существенная поддержка для многодетных. Так как очень многие даже в поселках, в деревнях детей садик не дают, потому что дорого платить за сады. А так как будет бесплатно, я считаю, что это очень важно. Губернатор пообщался с участниками форума. Мама пятерых детей и руководитель региональной общественной организации «Многодетки» Светлана Орлова отметила, озвученные меры актуальны и востребованы для семей Ивановской области. Хотела сказать спасибо, что вы нас слышите и выполняете то, о чем наши запросы вам. Потому что транспортный налог – это очень много обращений было от семей. Действительно, вот этот критерий нуждаемости. Бывало на 100 рублей чуть больше, и семья там не считается малоимущенной. Для участников форума подготовили интерактивную программу с научными, спортивными и творческими мастер-классами для взрослых и детей. Здесь, например, можно научиться плести на коклюшках. Это такое старинное забытое ремесло. Рядом резьба по дереву. «Это утица, это символ благополучия семьи. Знаете такое, да? А вот это братины. Вот когда на Руси бывало, садились все за стол и наливали эти братины вином, и пускали их по кругу, и каждый отпевал из нее. То есть сплачивание народа русского, там князья собирались, селевоины. А вот мастера из Палеховского художественного училища рассказывают и показывают, как расписать шкатулку. Рисунок обводится по линиям карандашным, а потом здесь остается отпечаток. Видишь? И потом этот рисунок мы можем уже уточнить здесь на шкатулке непосредственно. Видишь? Его уточнить, а потом белой краской этот рисунок прорисовать. На форуме любой желающий мог попробовать себя в роли пилота самолета, оценить возможности 3D-печати и сканирования. А для родителей организаторы подготовили деловую программу. Работала консультационная площадка по мерам социальной поддержки семей и семейная академия. А на секции центра «Мой бизнес» родители могли узнать об открытии собственного дела или поучаствовать в поиске работы. Юлия Семина, Денис Железов, телекомпания «Барс». Масленицу отметят во всех образовательных учреждениях областного центра. В пятницу, субботу и воскресенье в школах будут печь блины и не только. Масленицу блинами и прочей выпечкой в гимназии 44 отмечают не первый год. Вкусное угощение от организатора питания столовая школы номер 33. С этим муниципальным учреждением гимназия работает не первый год. Заведующая производством Наталья Петровна демонстрирует процесс выпекания румяных блинов. Секретами успешного процесса делиться отказалась, но отметила, чтобы блины хорошо снимали с главной подходящей сковорода. У нее чугунная старинная программа блинового фестиваля уже готова. Он пройдет 15, 16 и 17 марта. Непосредственно в нашей гимназии 44 данный фестиваль в пятницу 15 марта будет проводиться до концертной программы, а именно с 16 часов с дегустацией блинов с различными наполнителями и начинками. А с 16 и 17 числа мы приглашаем на выставку-продажу с дегустацией также блинового фестиваля с 8 утра. Судебные приставы нашли необычный способ воздействия на злостных неплатильщиков алиментов. Инициировали встречу с нарушителей с представителем духовенства Иереем Иоанном Львовом, настоятелем храма великомученика и победоносца Георгия. Иерея Иоанна Львов напомнил родителям, что ребенок – дар божий. Призвал пересмотреть свое отношение к воспитанию, отказаться от вредных привычек, устроиться на работу и выплачивать деньги на содержание детей. Предполагается, что подобные беседы скажутся положительные, должники исправятся. Между тем, во вторник в Ивановском доме национальности открылась традиционная фотовыставка, посвященная Дню работника уголовно-исполнительной системы. Ее особенность в том, что экспозиция посвящена профессии, которая совсем не ассоциируется с добротой и всесилием. Скорее наоборот. На выставке представлены фотографии справительных учреждений людей, которые в них работают. За 15 лет у праздника появились собственные традиции и ритуалы. Одним из главных атрибутов торжества является проведение церемонии награждения и вручение почетных званий и наград работникам уголовно-исполнительной системы. По мнению организаторов, это позволяет подчеркнуть достижения и вклад каждого работника в выполнение своих обязанностей. Открытие фотовыставки о людях твердых, добрых и веселых стало неотъемлемой частью праздничных мероприятий. На репортажных съемках Полины Солодовой сотрудники УФСИН делились своими достижениями и интересными хобби. Вместе с участниками проекта мы проехали все учреждения нашей области. И сотрудники, которые решили принять участие в проекте, продемонстрировали свои увлечения. Как спортивные, так и рукоделия. Более того, хочется сказать, что сотрудники уголовно-исполнительной системы несут нелегкую службу в нашем современном мире. И поэтому требуется от них большая выдержка, самоотверженность. В конце выпуска хорошие новости. В Ивановском зоопарке выходной. И у питателей есть возможность провести время с пользой, без пристального внимания досужих посетителей. В эти дни в зоопарке лениво. Японские макаки занялись своим внешним видом. Пользуясь затишьем, мелко перебирая лапками шерсть, проводят груминг среди сородичей. У белок иные заботы. Они продолжают делать запасы. Шишечки, веточки, все впрок. Символ зоопарка – рысь. Жмурец от весеннего солнышка. Принимаются ли на иваны и набираются сил, чтобы во всей красе встретить посетителей. Теперь о погоде. Расскажем, какие температуры обещают синоптики на ближайшие сутки. А ты готов к Масленице? Нет? Тогда срочно в Унидом. Ведь 7 по 17 марта все блинные сковороды по оптовым ценам. В среду в нашем регионе ожидается облачная с прояснениями погода. Температура воздуха днем 1,3 градуса выше нуля. Ветер юго-западный 2,4 метра в секунду. Атмосферное давление близко к норме и составит 757 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха – 53%. По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни термометр еще немного повысит свои показания, обойдется без осадков. С Масленицей вас поздравляем и сердечно приглашаем. Все заботы прости – приходите в гости прямо к нашему крыльцу в Рио на Масленицу. В программе «Народные гуляния», «Блины» и многое другое. 17 марта с 11 часов в текстильном центре Рио. Приглашаем. Если у вас есть темы для репортажа, интересное видео или замечания, пишите нам на сайте Иванова Ньюс в разделе «Контакты» и в группы Барса в соцсетях «Контакте» или «Одноклассники». Также обращайтесь в мессенджеры, телеграм, вабер, ватсап, по номеру, который видите на экране, или звоните по нему. Я с вами прощаюсь и желаю удачи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok